Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на финал чемпионата Европы 2020 Италия-Англия. Обе команды свои полуфинальные матчи закончили со счетом 1-1 в основное время. Италия первая открыла счет в игре с Испанией благодаря классному удару Кьезе, но не смогла удержать преимущества, пропустив быструю атаку по центру, которая закончилась выходом Мараты 1-1 с Доннорумой и точным ударом в угол ворот. По иронии судьбы Марата не забил второй послематчевый пенальти, чем фактически похоронил испанцев. Англия наоборот, первой пропустила датчан после классного выполнения стандарта Дамсгора, но англичане тут же прибавили в атаке и еще до перерыва сравняли счет. Первую попытку Рахима Стерлинга отбил Шмейхель, но через пару минут повторный острый выпад по правому флангу закончился голевым прострелом, который должен был замыкать все тот же Рахим Стерлинг, но ему помешал Кьяер, срезавший, точнее занесший мяч в свои ворота, тем самым подняв антирекордную планку по количеству автоголов на этом Евро еще на один гол. Датчане сумели с горем пополам дотянуть до овертаймов благодаря выдающейся игре Шмейхеля, потянувшего пару мертвых мячей после удара головой Магуайра. В дополнительное время Англия продолжала давить, но гол смогла забить только с левенького пенальти, да и то удар Кейна с точки потащил Шмейхель, но мяч отскочил снова к Кейну, и тот не промазал по пустым воротам. После этого англичане перешли в автобусный режим и довели дело до победы. За последнее десятилетие Англия и Италия встречались пять раз, трижды была низовая ничья, еще по одной победе у каждого из соперников, причем обе со счетом 2-1. В последних двух официальных очных матчах выигрывала Италия. В серии пенальти на Евро-2012 в четвертьфинальном матче, который закончился 0-0, а затем на чемпионате мира 2014 года в группе 2-1. Букмекеры на эту игру номинальным фаворитом ставят Англию, по причине того, что игра будет проходить на Уэмбли. Трибуны будут гнать англичан вперед, но пойдет ли это им на пользу – большой вопрос. Если посмотреть на статистику финальных матчей чемпионатов Евро, то можно увидеть, что 9 из 15 матчей были низовыми, но начиная с финала 1984 года, лишь только в 2012 году было забито 4 мяча, в остальных 8 финалах не забивалось более 2 мячей за игру в основное время. При этом последние 4 финала были нулевыми, это самая длинная нулевая серия финалов Евро. Италия имеет длиннющую беспроигрышную серию, которая началась 10 сентября 2018 года после проигрыша Португалии 0-1. Италия пропускала в трех последних матчах на этом Евро, правда в игре с Австрией в дополнительное время. В последний раз итальянцы пропускали в трех матчах подряд в середине 2019 года. Если говорить о полуфиналах, то можно сказать, что Италия провела, наверное, самую худшую свою игру на этом Евро против Испании, которая провела свою лучшую игру. Однако лучшей игры Фуры и Рохи не хватило для победы над худшей игрой с Куадро-Отзоры. Англия провела очень мощно и надежно все три игры плей-офф, обыграв Германию, Украину и Данию. Правда, соперники были чуть послабее, чем у Италии, которой пришлось бодаться с Австрией, Бельгией и Испанией. Самый сложный матч Англия провела против Германии и там, по сути, все решил промах Мюллера при выходе 1-1 с Пикфордом в концовке матча при счете 1-0. Забей немец тот гол, все могло бы быть совершенно по-другому. Предугадать сценарий матча на финал несложно. Англичане, по идее, должны будут действовать первым номером, но такого большого преимущества, как в игре с Данией, у хозяев не будет. Команде Манчинь надо будет быть внимательной против шустрого стерлинга и при флановых навесах против Магуайра. Гостям есть чем ответить в зеркальном плане. Роль стерлинга может взять на себя тот же Инсинди, у которого поставлен удар со средней дистанции, а побороться на втором этаже могут те же Кьели, небонучи Белотти. Не забудем забивать и об разыгравшемся Кьезе. Игра обещает быть достаточно интересной. И здесь логично предположить, что и в финальном матче для выявления победителя не хватит основного времени. Самый раз ждать очередных 1-1, которые так любят играть между собой Англия и Италия. Последние четырёчных матчей этих команд прошли на обезобьют – да, а вот последние четыре финала Евро прошли на обезобьют – нет. Интересно, какая из этих тенденций будет продолжена, а какая будет прервана. Смущает то обстоятельство, что Италия пропускала в трёх последних матчах. Это очень длинная серия для нынешней Италии. С учётом того, что Англия сильно фортанула в матче с Данией в виде левенького пенальти, можно ожидать, что здесь итальянцы могут таки и не пропустить. В игре с Данией к ПД реализации голевых моментов англичан очень сильно упал. В отличие от предыдущих матчей, в которых Англия мало создавала, но всё забивала, с датчанами всё было наоборот – было создано много, но фактически ничего не было забито. Если не считать автогол и левый пенальти, который не был реализован. Поэтому, с учётом этих обстоятельств и коэффициентов, которые дали букмекеры, нужно на первый взгляд выбирать между потенциальным счётом 1.1 или 1.0 в пользу Италии. Но здесь не всё так просто и очевидно. Из связки с товаром TotalMenshue Оби Забьют Да Нет 1Х, самый высокий коэффициент стоит на Оби Забьют Да 2.08, на Оби Забьют Нет 1.75, на TotalMenshue 1.57, на 1Х 1.53. Наверное, пожалуй, на роль оптимальной ставки здесь можно таки предложить далеко не очевидный, но вполне реальный вариант Оби Забьют Да за 2.08. Именно коэффициент играет в пользу этого варианта, который имеет шансы примерно 50 на 50. Брать очевидное TotalMenshue за 1.57 как-то не хочется, по причине невысокого коэффициента, а где-то есть ощущение, что игра может получиться забивной. Вариант 1Х имеет ещё ниже коэффициент, его тоже не хочется брать. В принципе, здесь всё может закончиться с любым исходом. То есть, может победить и Италия, и Англия, может быть, и ничья. И никакой из этих трёх исходов не будет большой неожиданностью. Букмекеры дают примерно равные шансы в районе тройки на все эти три исхода, что тоже отбивает желание гадать вариант 1 из трёх. Если говорить о попанской ставке, то здесь можно взять победу Италии с форой плюс 1.5 за 1.11. Вряд ли Италия в нынешнем состоянии проиграть с разницей в два мяча. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, то здесь надо выбирать либо между очень низовым матчем по типу 0.0 или 1.0, либо между очень результативным матчем по типу 2.2.3.1. Поскольку букмекеры считают, что игра будет низовой, наверное, можно пойти в противоход и поставить на удачу на тотал больше 3.5 за очень высокий коэффициент 5.0.0. В надежде на то, что должен же когда-то финал Евро получится забивным. Лишь дважды в финалах Евро пробивалась планка в три мяча. У обеих команд высокий атакующий потенциал и всё может получиться очень интересно в плане забитых голов, если кому-то удастся забить в дебюте матча, то есть в первые 10-15 минут игры. На этом всё. Дядь Юра верит, что у вас всё получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.